Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, к каким таинствам можно приступать в критические дни. Я думаю, что если человек не находится при смерти, и в каких-то критических ситуациях, то лучше никаким. Вот спрашивают, а что можно, что там можно, что нельзя? Вот Господь исцелил прокажённую на 20 лет. Ну, 20 лет у неё не критические дни были, у неё было кровотечение, это было связано с болезненностью. Ну, в любом случае, если даже в этом состоянии женском женщина будет умирать, я думаю, что её всё равно причастят и исповедуют. Здесь, думаю, в этом вопроса никаких не будет. Но когда женщина сама пришла в храм, и она хочет присутствовать на литургии, на службе, ну, лучше не касаться таинств, лучше постоять, скромненько помолиться. Вот, можно ли или нельзя прикасаться там к чему-то или к кому-то. Всё не можно, но не всё полезно. Я думаю, что если будет какое-то искушение, и как-то люди узнают, что такое состояние, и поэтому ты не подходишь там к тому-тому-то, а будут видеть, что ты делаешь что-то и то-то, ну, даже ради детей, людей стоит воздержаться от этого всего. Хотя я думаю, что осквернить там не получится там ни икону, ни человека, и ничего такого для жизни опасного не произойдёт, но есть традиция к таинствам не приступать. Будем считать, что в нашем монастыре такой устав, а в чужой монастырь со своим уставом не лезут, даже если ты очень хочешь в этом деле поучаствовать. Помоги Господи, потерпите немножко, и всё решится само собой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.